Всем доброго дня! Сегодня у нас в ремонте Dell Inspiron 3521 Ноутбук был очень сильно залит Пришлось поменять очень много различных элементов на плате В том числе и мост И так получилось, что вышла из строя еще и микросхема BIOS Тут их две, одна main, основной BIOS и BIOS мультиконтроллера Вот вышла из строя микросхема основного BIOS Я нашел дамп, дамп пролил Вот ноутбук теперь включается, работает Но есть одно но Не корректно работает кулер Он выходит на максимальные обороты И, соответственно, их потом не сбрасывает Явно это связано с тем, что Я залил дамп от другого ноутбука Предварительно не подменив ME-регион Сконфигурированный на чистый Вот это видео будет посвящено именно тому Как произвести данную операцию Покажу сейчас, как ноутбук себя ведет Как это проявляется Покажу сейчас, как ноутбук себя ведет Как это проявляется Как это проявляется Как это проявляется Вот кулер начал крутиться Ну и постепенно он выйдет на максимальный оборот И сбрасывать он их не будет Ну, хватает буквально пары минут Для того, чтобы это проявилось Ну и понятно, что человек Не сможет нормально работать Особенно вечером, в тишине Когда кулер будет молотить на максимум При этом температуры Вот в таком режиме работы Без нагрузки У него порядка 50 градусов 45-50 градусов Ну вот он начинает выходить на максимальные обороты Не знаю, как будет вам слышно Но мне с расстояния Вот как сидит обычно, пользуется обычный человек Очень сильно это дело Слышно Вот, значит будем сейчас Разбирать дамп Который у меня есть Ну вот он, кстати Вышел на максимальные обороты Сейчас буду Дамп разбирать На блоке Извлекать ME-регион Которые сконфигурированы В этом дампе И соответственно Менять его на чист Собирать биос обратно И прошивать И будем смотреть Как это все повлияет На корректность работы кулера Вот, кстати, он на максимум вышел Я думаю, что слышно будет отлично Такое поведение Если вы проливаете чужой дамп С другого ноутбука Как правило Говорит о том, что Вы пролили Биос С конфигурированным ME-регионом Соответственно Могут быть проблемы Выключение через 30 минут Через 30 секунд И корректная работа кулера Вот Ну и много других всяких проблем Которые возникают Если вы прошиваете Слитый дамп другого ноутбука Давайте, наверное, приступим Сейчас я его Разберу Сниму плату Вот И буду вам показывать уже Как произвести замену ME-региона Плату я извлек Из ноутбука В данной модельке Установлена материнская плата Компал Ладион 100 1.0.4p Ревизия 1.0 И нас еще интересует Какой тут установлен чип Здесь Интеловский ПЦ Интел БД 82 HM76 Вот, кстати, для этого Чипа мы сейчас и будем искать ME-регион Вот И Программку Для работы С биосами Так Ну Я немного подготовился Минимально Чтобы не тратить время зря Вот Все ME-регионы чистые У меня есть Ну Сейчас начнем с того Что нам нужно будет Для того Чтобы поменять Конфигурированный ME-регион На новый Вот Допустим У меня есть Чистый ME-регион Под БД 82 HM76 Даже Несколько Их Есть Видов Как проверить Его Девственность Ну Чистоту Так Открываем Любым Хекс-редактором И по адресу Так 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 Вот Видно Не видно Вот По 400 Адресу Чистый Несконфигурированный ME-регион Начинается С 0.1 FFF А если же У вас Это будет Сконфигурированный Или грязный ME-регион То будет Начинаться С нулей Дальше будут Нули идти Вот Стоит Если вы допустим Ищите в интернете Стоит открыть Это занимает Пару секунд Но зато вы Не будете Лишний раз Опять отпаивать Биус Что-то собирать Тратить время Короче на То что На то На что могли Не тратить его Так Что касается Частоты Если Вы будете Извлекать его Из дампа То он уже будет Сконфигурированный Так как При первом включении Автоматически Он сконфигурируется Под вашу платформу И в результате Вы уже будете Иметь не детственно Чистый А уже Сконфигурированный Грязный Мерегион Где можно найти В интернете В принципе В свободном доступе Довольно таки Большое количество Кстати Частично Я это все Подтянул Именно из интернета На всевозможных Форумах Есть Есть второй путь Можно найти Модельку ноутбука Где установлен Данный чип С помощью программы Разобрать BIOS На блоке И изъять Чистый Мерегион Но Вам надо Не апдейт А именно Полный файл Биоса Поэтому Обращайте на это Внимание С апдейтом Мерегион Вы не Вытяните Так Нам надо будет Для работы Сейчас Чистый Мерегион Он у нас имеется Чистоту я вам Показал Потом Нужен Intel Схеки Для работы С хабами Они из разных Серий В данном случае У нас Седьмая серия Чипов Будем использовать Программу Flash Image Tools Intel Hub Для седьмой серии Они есть Для пятой серии Они есть Для восьмой серии Но В принципе Понять не сложно Если допустим У вас Intel BD 82 HM Допустим 55 57 То соответственно Нам надо кит Для пятой серии Если у вас Как в моем случае Там 76 HM 77 70 То для седьмой серии Если у вас Допустим 87 Хаб Ну Intel BD 82 HM 87 То соответственно Для восьмой серии Выкачивайте Они тоже В принципе Есть в свободном доступе Открываем Вот Заводим Запускаем Еще нам нужен Тот файл Билса Ну Дамп Я уже Тоже его положил Отдельную папочку Сейчас покажу Ой-ой-ой Вот он Я уже подготовился Так Что будем делать Запускаем Flash Image Tools Вот Выбираем Наш Пайлик Вот Дамп Дэл И открываем Его Программа Сейчас У нас Его Раз Берет На блоке Обратите Внимание Проинициализировалось Что Данные Биус Имеет Мерегион Под 76 Именно Хаб Изначально Был 77 Ну Если обратили Внимание Все Мы в принципе Уже Разобрали его Кстати Можем посмотреть Размер Мерегиона У нас В папочке С программой Появилась Папка Dell Дамп Открываем Тут есть еще Одна папка Декомп Вот здесь И находится Наш Име Регион Вот он И вот Его размер То бишь Когда будете Выбирать Смотрите Чтобы размер Совпадал Вот А мы Будем Сюда Этот Име Регион Здесь Менять Будем На Вот Этот Име Регион Так Вот Он 1429504 Обратите Внимание Вот Име Регион Нью 1429504 Один в один Так что Все у нас Хорошо Ну кстати По поводу Выкинуть Из официального Биуса Не апдейта А полного Вот Вы просто Берете Копируете Куда вам надо И имеете В наличии Чистый Име Регион 100% Так Важненький Еще момент Такой Вот Тут Папочка Есть Име Регион Конфигурэйшн И Име Вот Это Дело Надо Либо Сфоткать Либо Вторую Программку Открыть Чтобы У вас Было Перед Глазами Потому Что Когда Вы Поменяете Возможно Надо Будет Менять Некие Параметры Для Того Чтобы Поменять Допустим Вот Это Значение Да Нажимаем И Тут Есть Возможность Присутствуют Варианты Меняйте Сохраняйте Но Это Вот Это Дело Короче Мы Запоминаем Либо Вот Как я Делаю Я Просто Фотографирую Вот Я Сфотографировал И Потом Когда Добавлю Мейрегион Просто Сконфигурирую По фотографии Поправлю Значения Которые Нужны Так Запомнили Вот Этот Моментик Ну Либо Сфотографировали Как я Дальше Выбираем Имерегион И тут Есть Возможность Вот Input Файл Тут Можно Указать Путь К файлику Который У вас И будет Чистым Имерегионом Соглашаемся Выбираем Путь Так Нам Надо Вот Вот Да Нужный Нам Имерегион Ок 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 Все 90% Дело Сделано Что нам Надо Теперь Теперь Нам Надо Поправить Конфигурацию Ну Иногда Отличается Одним Параметром Двумя Опять же Заходим Име Регион Конфигурация Име Вот Сравниваем Если Что-то У нас Отличается Поправляем Так Ну Как ни Странно Полностью Совпало Бывает Крайне Редко Возможно Как раз Таки Это С какого То Дел Либо С Очень Схожей Платформы Обычно Один Два Параметра Отличаются Иногда Больше В нашем Случае Все Совпало Поэтому Сейчас Вмем Build Чтобы Не искать Потом Файлик Сравнили Если что-то Отличается Просто Поменяли Вот Перед Сборкой Выбираем Настройки Здесь Можем Указать Имя Ну Пускай Будет Вот Так Так И Выбираем Путь Папочку Куда Это Все Дело Мы Положим Давайте В то же Место В котором Он И был Ну В смысле Был Его Дамп Так Вот Непонятное Название Все Сохранить Окей Собрать Можно Нажав Кнопку F5 Либо Build Либо Ж Вот Тут Значок Есть Сборки Нажимаем Если Будет Программка Полностью У вас Открыта То Внизу Будет Лог Панель И По Завершению Сейчас Покажу И По Завершению Он Отчитается И Напишет Done Все У нас Полностью Собран Файл Биуса С Чистым Ими Регионом Давайте Покажу Где наш Файлик Он Там Где Мы Указали Ему Путь Вот Наш Файлик С чистым Ими Регионом А сюда Мы Ими Регион Добавляли В результате Получили Файл Биуса С чистым Несконфигурированным Ими Регионом Теперь Осталось Программатором Прошить Это Все Дело Вот Запаять На плату Собрать До определенной Кондиции Ну и В принципе Покажу Вот Как это Дело Все Сейчас У нас Работает Давайте Прервусь Вот Соберу И Включу Покажу Так Биус Я прошил Символически Его собрал Ну как Собрал Подключил Пару Шлейфов Давайте Будем Делать Первое Включение Единственное При первом Включении Может быть Очень Долгий Старт Потому что При первом Включении Будет Конфигурироваться Ими Регион Для работы С данной Платформы Долгий 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 Ноутбук выключился сам Опять включился Произошел автоигнишн И ноутбук стартанул Ты же заметили, да, сколько времени ушло на то, чтобы Это все дело у нас Запустилось Ну, для сравнения Вот уже, когда ими регион Сконфигурирован Как он себя ведет С какой скоростью стартует теперь Ну, как обычный ноутбук Единственное, вот Что хотел сказать Допустим, если вы Прошиваете BIOS Допустим, main, да Тут еще флешка КБЦ Ну, мультиконтроллера В обязательном порядке Чтобы версии совпадали Как и версия прошивки И BIOS флешки То бишь, main Так и VC флешки Версии должны быть у них одинаковые Подключу Наверное Залман Прогоняю Ну и как бы Сделаю финальный отчет Итак, друзья Я проверил Погонял Ну, периодический кулер включается Отрабатывает Когда у нас температуры Поднимаются А потом останавливается Вот Ну, буду собирать Проверять уже Более тщательно Потому что он был Жестко утоплен Все остальные функции Жесткий диск Тоже тут вышел из строя Поэтому надо поставить Новый жесткий диск Вот И потом уже проверять Все тотально Ну, к этому моменту Он уже лупил На максимум Хотя Плата Температура чипов На плате была 45-50 градусов Потому что В этот момент В принципе Вообще должен стоять Вот как сейчас Не крутиться Так По поводу Ими регионов Вот То Еще могу добавить Что в принципе Для большинства Моделей ноутбуков Проблема Это У нас Уже Ушла После Того Как закончилась Эра пятой серии Этих хабов Вот они были Самые проблемные То бишь Шестой серии И выше В принципе Проблем не наблюдалось Ну за исключением Там некоторых Асусов Вот недавно делал Тоже неадекватно Работал кулер Вот Соневая Очень часто То бишь Выключаются Через 33 секунды Что-то не работает Некорректно работает кулер Может выключиться Через 30 минут Короче Целый букет Но этих ноутбуков На самом деле Которые вот так Вот реагируют Очень небольшое количество В большинстве случаев Можешь просто залить Чужой дамп В ту же ленову И проблем у тебя Вообще никаких не будет Ну начиная с 65 HM И выше Вот проблем никаких Ну Периодически попадаются Вот такие вот Экземпляры С которыми приходится Повозиться Надеюсь было интересно Полезно Спасибо за внимание Всего хорошего Пока До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok